Особое мнение на 101FM Присутствует еще и расшифровка особого мнения То есть его текстовый вариант Очень удобно для цитирования Для прочитывания, для перечитки Как говорится, что написано пером То не вырубишь топором Ну а теперь гость особого мнения Это Анатолий Чурин, депутат областного законодательного собрания Руководитель областной системы образования С 1988 года по 2015 Заслуженный учитель Российской Федерации Анатолий Михайлович, добрый день Вам вопросы могут задавать и наши слушатели Посредством нашего сайта Есть специальная форма Так что я слежу Если появятся записи, то обязательно их озвучу Анатолий Михайлович, читаю новости Сегодня наши коллеги сообщают Наши коллеги из новостного отдела Пишут, что Федерация профсоюзных организаций Кировской области Собрала 35 тысяч подписей В областном центре Против повышения пенсионного возраста Скажите, пожалуйста, как вы считаете Вот этот сбор подписей Пока только сбора подписей касаемся Он ведь по всем регионам проходит сейчас Наверное Да, и в частности, да Известная платформа для петиций Change.org Там я посмотрел буквально несколько минут назад Почти 3 миллиона уже подписей Россияне оставили за Неповышение пенсионного возраста Как вы думаете, вот этот сбор подписей Он к чему-то приведет? Власть услышит? Ну, по идее он должен привести Потому что все же Опросы, которые проводились даже до того, как реформа была озвучена Они говорили о том, что абсолютное большинство народа Российской Федерации против каких-либо изменений в пенсионном, так сказать, обеспечении В том числе и выходе на пенсию по возрасту Ну, согласно одному из запросов, 92% наших соотечественников против Да, 92% народ, так сказать, проголосовал против Но самое-то удивительное в другом Что, понимаете, я хотел бы начать с того, что людей просто обманули, мне кажется Вот, ведь если бы это все было объявлено, когда были выборы в марте месяце И тогда было бы сказано А как это могло было быть объявлено? Что такое? Предвыборная эйфория? Нет, не предвыборная эйфория А четко было бы сказано, что вот я приду к власти на очередной срок Я вынужден буду повысить, так сказать, возраст выхода на пенсию Налоги, соответственно, должны повыситься И оставлю старое правительство Анатолий Михайлович, просто сейчас повышение пенсионного возраста К этому вроде как Путин-то и не имеет никакого отношения Он максимально дистансируется Это, извините Пресс-секретарь Песков говорит, что Путин в курсе Но вроде как в стороне Это разговоры для детей, которые могут даже... Это тоже обман, на ваш взгляд Ну а как? Не может президент не знать того, что творится в этом государстве Которым он руководит Это же нонсенс полный Поэтому, если было это все объявлено тогда И ведь, соответственно, тогда бы народ проголосовал С отрытым, так сказать, забралом Было бы четко сказано И мы бы все понимали, что да Вот начинается новый президентский срок Нас ожидает тот, а тот, а тот Но ведь было так, как говорилось-то обратно И тогда, и потом в инагурационной речи Путина О том, что страна ждет прорыва Что нужно, так сказать, развивать быстро-быструю экономику У нас всего два года Иначе мы просто, так сказать, неизвестно куда попадем И народ, как бы, так сказать, в это верил И возник некий общественный договор Что власть стремится улучшить положение Тем более, вот эти слова о том, что нужно сократить количество Тех, кто живет за чертой нищеты И так далее, и так далее Все это было озвучено И здесь вдруг совершенно обратный ход Подождите, прерву Вы намекнули на то, что если бы тогда это было озвучено То Владимир Владимирович, возможно, сейчас и не стоял у руля Вы это имеете в виду Я не намекаю Это было бы честно Это было бы честно по отношению к народу И тот момент, который выбран был для объявления Этой реформы июньской 14 июня Это тоже ведь о чем-то говорит И потом, заметьте, в течение вот этого месяца Это ведь только вот А как раз месяц почти прошел Да, месяц почти прошел Фактически ведь нам не сообщают о том, как отреагировали Сейчас стали просачиваться некоторые сведения о том, что вот там на местах Такие-то, так сказать, реакции Такие-то дебаты в законодательных органах власти региональных и так далее До этого ведь был полный, так сказать, молчок Поэтому я не думаю, что это правильно Это должно быть Ведь все же власть и любое государство Оно создается для того, чтобы служить народу Развивать страну Делать лучшие условия для жизни А кто-то из великих сказал, что государство нужно только для того, чтобы создать хорошие условия для воспитания детей И хорошей жизни для стариков А здесь предлагается картинка совсем другая Так что вот Поэтому я не знаю И то, что сегодня такая реакция Это реакция далеко идущая Это ведь уже не просто экономическая Это даже с политическим оттенком идет Потому что народ Сам это обидно в другом Что народ ведь фактически сплачивался вокруг президента И президент это гарант конституции Гарант того, что происходит в стране А сейчас, когда вброшен вот такой негатив Это серьезный очень удар Не только по тем По Медведеву, например Не только по другим, так сказать, ведущим политикам Кстати, есть цифры Насколько сократился рейтинг президента Насколько сократился рейтинг Медведева Шойгу, Лаврова и так далее Все они потеряли, так сказать, доверие Потеряли, но не критично Ну, говорят, что не критично Но ведь как развиваться дальше все будет Вопрос в этом заключается А вот эта митинговая активность Люди выходят и заявляют о своем недовольстве У нас уже прошли Прошел ряд акций такого рода в городе И вот на 16 число Упомянутой уже Федерацией профсоюзов Кировской области Запланирован новый выход Вот это к чему-нибудь приведет Если мы хотим действительно что-то отстоять Отстоять свои права То, наверное, это действие реально И необходимое, так сказать Их надо поддерживать Вы пошли бы лично Пошли бы на такой Приходите с 16 июля Федерации профсоюзных организаций Потому что профсоюз работников образования У нас известен, собственно, да? Довольно Но мы будем его упоминать еще по ходу нашей беседы Вы, разумеется, голосовали против 28 июня И вы выступали с трибуны ЗАГС И призывали, собственно, не поддерживать Ну, потому что те депутаты, которые сегодня находятся в ЗАГС Они все обещали Все, так сказать, декларировали о том, что они идут только с одной целью Сделать жизнь эту лучше И в итоге они сегодня совершенно отошли от того, чего обещано Поэтому как можно сегодня смотреть в глаза избирателей Если ты пришел и вместо этого делаешь то, что тебе, так сказать, народ, как говорится, категорический против Поэтому я считаю, что эта реформа, она совершенно, так сказать Да ее даже реформы эти специалисты не называют Это просто вы Не реформа, а те изменения, которые, так сказать Взяли одну сторону Возраст и все Дело в том, что, понимаете, в чем вопрос Вот на сегодня Помните, в 2012 году президент обещал нам в стране создать 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест Это когда Путин на третий президентский срок пришел Вот в 2012 году 25 миллионов Я вот запомнил, там немного было конкретных цифр Вот одна из этих цифр, 25 миллионов Где сегодня эти 25 миллионов, я не знаю Никто перед нами, так сказать, не отчитывался Сколько создали, какие места созданы и так далее А что произойдет сейчас? Вот сейчас человек, достигший пенсионного возраста Он имеет право продолжить свою работу Если, так сказать, ему позволяют здоровье Если работодатель согласен Да, работодатель, он продолжает работать Но за это государство ему выплачивает уже вознаграждение Вот ту пенсию, которая, так сказать, сегодня есть И он работает тогда и столько, сколько он считает для себя нужным Он свободен в этом вопросе Но сейчас пенсии не индексируются у работающих пенсионеров Ну пусть, пусть даже так Но тем не менее, так сказать То в этой ситуации сейчас совершенно другая картинка начинается То есть человек должен будет работать до конца, по сути дела, до упора И неизвестно, сохранит он здоровье, не сохранит Сохранит он рабочее место или нет Вот на сегодня есть данные о том, что примерно 30% тех, кто выходит на пенсию, остаются работать 70% рабочих мест освобождаются Для кого они освобождаются? Они освобождаются для молодежи И сегодняшние выпускники наших вузов, они имеют возможность получить, так сказать, рабочее место А если завтра эти, там, полтора или сколько миллиона Каждый год выходящих на пенсию вдруг останутся работать То где рабочие места? Ведь про них никто ничего не говорит Это значит, что сразу резко пойдет снижение заработной платы То есть рабочая сила в стране и так дешевая И это привлекает, как говорится, международный капитал Я думаю, что все это делается не случайно И идет согласование, по крайней мере, согласование с Международным валютным фондом Потому что сегодня Россия это богатейшая страна С дешевой рабочей силой, она с огромным рынком Поэтому не случайно сегодня пытаются сюда привлечь иностранные инвестиции Но обидно другое, что правительство, которое должно отвечать за это Развивать экономику, оно как бы самоустраняется И говорит, ребята, пусть они придут, пусть они делают, и они займутся А мы тут посмотрим, что получится Но так не должно быть А как вам доводы представителей Единой России о том, что если сейчас не повышать возраст То пройдет еще немного времени и все, пенсионная система полностью рухнет И эти слова в нашей студии звучали, что пенсии, возможно, даже начнут снижаться Что надо, надо прямо сейчас вот это делать Я бы на месте Единой России, так сказать, даже покаялся Потому что кто виноват-то в том, что сегодня мы пришли к такому финишу Ведь, собственно говоря, 18 лет экономика страны не развивалась Более того, в стране, где-то данные были опубликованы Закрыто около 80 тысяч предприятий 80 тысяч предприятий, сколько рабочих мест ликвидировано И сегодня тоже статистика официально есть Каждый год количество рабочих мест в стране сокращается на 100 тысяч Откуда, если процент прироста экономический всего где-то полтора-два процента максимум То сколько нам потребуется времени для того, чтобы привести, так сказать, экономику в состояние такое Чтобы оно обеспечивало Но ведь это одно А нам говорят, что не хватает денег Но это тоже неправда, на мой взгляд Вот посмотрите, что происходит сегодня У нас Чемпионат мира проводим Чемпионат мира Один триллион потратили сразу же на эти цели Но там было еще до этого, и Олимпиада была, и прочие вещи Деньги находятся Крымский мост Да, Крымский мост, сколько там стоит, не знаю Поэтому говорить о том, что денег не хватает Если давайте не хватает, то зачем нам сегодня раздувать вот эти все силовые структуры Сегодня МВД больше, России больше, чем МВД всего Советского Союза Теперь еще Росгвардия, огромные деньги Кстати, по количеству чиновников мы тоже Да, по количеству чиновников мы ушли вперед А если еще вспомнить, что сегодня в частных структурах работает миллион охранников Зачем государству платить пенсию тому, кто служит, так сказать, охранником в частной структуре Он ничего не производит, он ничего не дает обществу Он охраняет частную собственность, пусть они платят Денеги можно найти Теперь посмотрите, что происходит Сегодня огромное количество средств ежегодно вывозится из страны Это ведь не секрет, это, так сказать, реальность Давайте мы их установим Давайте мы, так сказать, повернем все деньги, которые Все сырье повернем в бюджет Все доходы от сырьевых отраслей в бюджет И я думаю, что мы денег можем найти столько, сколько потребуется Но самое главное не в этом Нужно наращивать экономический, так сказать, рост И причем создавать очень высокотехнологические рабочие места Увеличивать производительность труда Тогда все встанет на свои места И денег хватит, так сказать, и никаких проблем не будет В Советском Союзе не было пенсионного фонда, кстати А это же огромная чиновничья армия Пенсионный фонд сегодня Деньги платились в бюджет И бюджет рассчитывался всеми пенсионерами Вот, собственно говоря, все это решалось очень продуктивно И прозрачно И прозрачно Ну, понятнее, чем сейчас Анатолий Чурин в особом мнении Сегодня у нас небольшая пауза сейчас будет Мы скоро продолжим Напоминаю, что это особое мнение Анатолий Чурин Депутат ОЗС, руководитель областной системы образования На протяжении почти 30 лет Заслуженного учителя Российской Федерации Вот давайте сейчас на педагогических кадрах сосредоточимся Тема повышения пенсионного возраста, безусловно, в том числе Очень-очень волнует и педагогическое сообщество Вот, в частности, на обсуждение данной проблемы В общественной палатке Кировской области Хорошо знакомая вам, да, Таисия Алексеевна Макеева Руководитель профсоюзной организации Работников образования Заявила, что в настоящее время Средний возраст учителя у нас в регионе составляет 57 лет Насколько это критично, на ваш взгляд, Анатолий Михайлович? Это очень критично А молодежь, ну, единицы А молодежь там всего 3-4%, по-моему, тех, кто приходит Это очень серьезный вопрос И этот вопрос ведь неоднократно уже поднимался на всех уровнях И надо что делать, но никак не могут сегодня вот в правительстве определиться Потому что я в свое время говорил и предлагал Что область для того, чтобы как-то выйти из этого кадрового кризиса В сфере образования Должна сформировать собственный заказ Заказ для нашего госуниверситета И продиктовать, какой учитель сегодня нужен Мы же знаем, какой учитель нам важен и нужен Ну вот данные городадминистрации буквально на днях опубликованы Кого у нас, вернее, не хватает в первую очередь среди учителей? Это учителя начальных классов, русского языка, литературы Кстати, я сам вот тут столкнулся Обратились ко мне с просьбой И директор говорит мне, одной из школ Кирова Говорит, у меня есть, конечно, места в начальной школе Но у меня там учителя нет И я вынужден буду с 1 сентября отдать два класса одному учителю То есть она будет работать, допустим, со вторым классом во вторую смену А с первым классом в первую смену Но родители это беспокоят, потому что учительница молодая И она, не дай бог, уйдет, так сказать, в декрет или еще куда-то Заболеет, дети страдать будут в этой ситуации Два класса могут остаться Остаться в связи с такими жизнными причинами Я знаю, сегодня в некоторых школах города Кирова Не хватает трех-четырех учителей начальных классов и так далее Сегодня не хватает острая нехватка математиков Сегодня физики буквально, так сказать, на пределе Потому что это возрастные все категории людей И иностранный язык очень, так сказать, сегодня заботит Нам, конечно, хотят подросить еще китайский язык сдавать ЕГЭ Но не знаю, кто будет китайский Китайский? Да, со следующего года хотят ввести китайский язык Я слышал, что уже китайский нужно Не, ну это реалистично Я вернее, это довольно прагматично, конечно Зная, как развивается Китай Китайцы продвигаются с востока на запад Поэтому нам надо изучать китайский язык Иначе как? Так вот, ЕГЭ по китайскому языку Так что Вот А то, что говоря с кадрами Вопрос здесь требует, так сказать Ну, не то, чтобы уже осмысление Его нужно срочно определяться и решать Потому что без решения Правда, на мой взгляд, кажется Что это должно быть не местечковое какое-то решение Это должна быть задача для всей страны И страна должна решать А подскажите конкретные шаги Вот как сейчас Решать проблему омоложения педагогических кадров Прежде всего Вот смотрите, самый простой пример Сегодня у нас все учителя в стране Получают разную заработную плату Да То есть это уже К чему О чем говорить? Сегодня можно Работать, допустим, где-то в центральных регионах Где высокий уровень жизни Там зарплата выше А во всех дотационных регионах Зарплата совершенно невелика То есть вы предлагаете уравнять? То есть нужно, да Государство должно гарантировать Единую заработную плату Единую ставку Этой заработной платы На всей территории страны Чтобы учитель понимал Это же ведь Его, так сказать, общественная значимость Если в одном регионе платят одно А в другом другое Ну, значит, соответственное отношение такое А работаю-то я так же, говорит, на себе? Да, а там ничего не меняется Выкладываюсь? Те же стандарты Те же дети, как говорится Те же часы Так давайте мы, так сказать, определимся Почему мы сегодня ущемляем одних Так сказать, в угоду другим Поэтому первое, что надо сделать Это вот уравнять хотя бы в этом плане Второе Нужно ввести в действие Вот концепцию педагогического образования Нужно учить учителей Сегодня учить Сегодня учителей учат плохо Это точно, вот я вам говорю Недостаточно учить Вы имеете в виду высшее образование? Да, конечно Достаточно готовят к тому Чтобы учитель работал в школе Его нужно научить Его нужно, так сказать Дать ему возможность квалифицированно Работать с коллективом детей Если этого не будет сделано То, извините, ну что ж Сегодня в стране закрыта половина Всех педагогических вузов Так сказать, которые раньше существовали Явно их не хватает Дальше нужно, конечно, позаботиться о том Чтобы учитель получал Соответствующую заработную плату Не просто равную, соответствующую Он не может сегодня жить на 20 тысяч рублей Он остается без жилья Он остается без возможности Помогать своим детям А дети тоже у учителей Как говорится, пока еще есть И таким образом Надо обязательно Ему платить Средства Которые бы он мог Тратить и на себя Соответствующим Не только на себя лично Но и на свою семью И так далее Тем более, что Школа стала Фактически женской Учителей у нас Мужчин осталось По крайней мере Процентов 10 Наверное, больше Давно уже такой процесс Наблюдается И ничего не меняется Если этого ничего не делать То ничего в жизни не поменяешь И, так сказать, ситуация Осталась С каждым годом Становится все хуже и хуже Кстати, как мужчин Привлекать в школу? Не знаю От армии освобождать? В свое время все было А, была ведь она От срочек Ты едешь работать на село Если ты идешь на село Тебя освобождали от службы в армии Так сказать То есть создавали условия Даже в то время Создавали условия Достаточно благополучно А сейчас, когда Ситуация очень сложная И никто ничего не делает То это, конечно, очень серьезно А найти подходы Это не проблема Я думаю, что специалисты Хорошо-то знают, как сделать А проблема Петкадров на селе Тут какая специфика? Понимаете Вот интересно Из своего опыта знаю Так что на селе За учителей Держатся руководители школы До последнего То есть если Мария Ивановна Согласна поработать Ради Бога Не привлекает Даже не привлекает молодежь Потому что молодежь может уйти Учитель Школа остается без учителя А в селе найти учителя Практически невозможно Держаться за свои кадры Но это же тоже не вечно Это рано или поздно Как говорится И поэтому в свое время Мы всегда говорили Что школа в принципе Должна подбирать себе учителей Ведь все дети Которые Все будущие учителя Которые сегодня учатся в школе Вернее неправильно говорю Все дети Которые сегодня учатся в школе Часть из них Обязательно пойдет Будущие педагоги Будущие педагоги Поэтому ты найди Такого человека Который рад И готов работать Не только за деньги Даже зачастую А готов Потому что У него призвание Такое Ничего не произойдет Само по себе Нужно руководить Нужно направлять Нужно вырабатывать Тактику Технологии И так далее Тогда Решение Можно найти Если ничего То о чем мы сейчас говорим Меняться Кардинально не будет Средний возраст Напоминаю 57 лет То мы к чему придем А мы придем к тому Что часть детей Образование Получать не будет Это как А так Потому что учителей не будет Их хватать не будет Или будут увеличивать классы И так далее Ребенок придет в школу А там учителя нет Там учителя нет Ну а что делать Можно дойти Или всех на дистанционку переведут Будет преподавать Из крупного города Какой-нибудь учитель Так сказать Для Как говорится Для фантастики Формально закон соблюдается Для фантастики Можно Эту дистанционку ввести Но учитель На то и учитель Для того чтобы он работал С ребенком И ребенок должен Получать учителя Ответы на те вопросы Которые у него возникают В ходе обучения Он же не задаст вопрос Когда Так сказать Вот все перейдет В электронную форму обучения Поэтому здесь Много нюансов Которые требуют Осмысления Решения Но нужны Прежде всего решения Со стороны Государства Я тут недавно Вычитал интересные вещи Вот в 43-м году На образование Тратилось В 43-м году В военное время На образование На образование 14% В ВВП 14% В 64-м году 7% В 64-м году А сейчас Где-то порядка 3% всего На образование На образование Мне кажется 3% ВВП Мы сейчас Втратим Вообще на все На образование На медицину Ну это Цифры может быть Так сказать Я могу Тоже сейчас Да Дело в том Что Вот где-то цифра Плавает так До 3% Но Сопоставьте 43-й год И все же 2018-й год У нас не было Такой ситуации Которая была В 43-м году В 43-м году Вводились школы Строили Люди думали О будущем Строили Вводили новые школы Сегодня К сожалению Начали только-только После почти 25 лет Что-то Оживилось Строительство школ То есть Все зависит От политического Руководства От решения Те которые принимаются На самом верху На самом верху Так Время небольшой рекламы У нас сейчас будет Анатолий Чурин Депутат областного Закособрания Руководитель областной Системы образования С 98-го по 2015 Заслуженный учитель России Мы продолжим Через полтора минуты Особое мнение На 101-фм Продолжаем Наш разговор Анатолий Чурин Стоит для особого мнения Вернемся к повышению Пенсионного возраста Вот там непонятно Анатолий Михайлович Вам понятно или непонятно Да все-таки Учителям-то будут поднимать Планируется поднимать Вот этот льготный Возраст Льготное Получение льготной Пенсии Как женщин Так и мужчин касается Да И тогда получают Право на льготную пенсию Льготная пенсия Вроде бы не отменяется Но сроки ее конечно Смещаются Сроки получения Сообщество против Да? Кардинального увеличения Это очень сложно Срок получения Пенсии В школе Большое количество времени Тем более Сейчас жизнь Очень быстро меняется Меняются дети Учитель должен Постоянно учиться Это очень тяжело Это непросто Как бы так сказать Для любого Работающего Где бы там ни было Сложно Но там где идет речь О работе с детьми Этот процесс Устраняется Очень серьезно Поэтому это Тоже несправедливый подход Но сейчас правда Начали где-то говорить Что может быть Женщин Этот возраст Был снижен до 60 лет А вообще зачем? Зачем трогать то Что Мы все Были спокойны В том отношении Что вот придет Мой пенсионный возраст Я получу право Жить свободно Я ведь Да Я Вы мечтали? Ну не только мечтал О пенсионном возрасте Не думал об этом Но жизнь-то заставляет Все равно задумываться Но я знал Что я Если я смогу Поработать Я поработаю Не смогу Я уйду Потому что у меня Кусок хлеба Как говорят Уже заработан А сегодня Человеку не дают шанса До 65 лет Я вот тут встречался Недавно с водителем И с одним знакомым Он рассказывает Такую вещь Говорит Вот сейчас Болит спина Зрение уже начинает Подводить Ему 45 лет Но это профессиональные Водительские болельщики А как я доработаю До 65 лет Боюсь что не доработаю А куда я пойду Кроме этого У меня никакой специальности нет Я профессиональный водитель То есть люди могут остаться Вообще без работы И вообще без пенсии остаться Вот ведь вопрос То есть это людей беспокоит И получается Что вот эта Так называемая Реформа Она эти ударяется Даже не по тем Кто сегодня на пенсии А по тем Кто в будущем Это по нашим внукам По нашим детям Это вообще Это серьезный вопрос Поэтому почему сегодня Правительство Может распоряжаться Жизнь будущих поколений Судьбой будущих поколений Не спрашивая их даже Вот вопрос Вот мы так все критикуем Критикуем Анатолий Михайлович Просто задумался А можем мы хоть найти Что-то полезное В этом предложении Что-то вот такое Вы знаете Центральные телеканалы Я заметил Сейчас Выпускают сюжеты А-ля Берут крупным планом Несколько Людей в возрасте Которые уже Бодрых старичков Преодолели Пенсионный возраст Которые Да я тут И там руководитель Высказывается Да вы что Такой специалист Мне не важно Сколько ему лет Мы его не отпустим Вот Центральные каналы Ну что Пропаганда Пропаганда Но это же пропаганда Для идиота Что-то хорошее Это есть в этих предложениях Ничего не хорошее Что может быть хорошее Если оно ухудшает жизнь Целых так сказать Ну миллионов людей Разве это хорошее Если бы себе мне сказали Наоборот Мы вам снижаем Пенсионный возраст И увеличиваем пенсию Кстати про увеличение пенсии Посмотрите что происходит Пенсию предполагалось Увеличить на 500 рублей Сейчас заговорили Это когда В следующем году А сейчас говорят Будет увеличено на 1000 рублей То есть фактически Только на 500 рублей Произдет увеличение Пенсии Вот В следующем году 500 рублей Вы имеете ввиду В связи с инфляцией Индексация традиционная 500 рублей предполагалось Теперь еще 500 добавили И говорят 1000 рублей Ну посмотрите сами Вы уже Как говорится знаете Ну Складывать Вычитать На 1000 рублей Сегодня добавить Если пенсии Что это произойдет У человека Он лучше станет жить От этого или как Ну вот вопрос Ничего не произойдет На 12 тысяч в год Если прибавят То извините Он даже за квартиру За месяц Может не заплатить За коммунальные услуги Которые Кстати сегодня Объявили Что в Кировской области На 7 процентов С следующего года Вырастут коммунальные услуги Еще на 7 процентов Да Просто с 1 июля Они на 7 процентов С лишним выросли Еще увеличивается С 1 января Потому что там Резко возрастает Стоимость воды Водоотведения И так далее То есть это все растет Причем без всякого контроля Никто не объясняет За счет чего Куда-то все Идут эти деньги Никто не разъясняет людям Почему нужно Столько-то денег сюда То есть это В общем-то Полный идет Какой-то такой Дезинформация идет Какая-то полная А кстати Анатолий Михайлович Ну не знаю Я вот не вижу Просто этой особой активности Почему молодое поколение 20-летние 30-летние 40-летние Которые-то Вот уж точно Окунутся во все это С головой Если будет принято В том виде В котором сейчас планируется Почему молодежь Не выступает против Нам пока некогда Этим заниматься Или что Мы не думаем О пенсионном возрасте Это специально Никто не просвещает молодежь Если бы сегодня Серьезные люди Из тех же органов власти Сказали вам Ребята Вот что вас ждет впереди Наверное задумались А им говорят Что все будет нормально Все будет хорошо Давайте ура Вперед И так далее С песней А молодежь всегда Привыкла отвлекаться В этой ситуации Как говорится У них вот такая Пока сегодня позиция Да Любопытно Хорошо Давайте еще продолжим Да Вот это сообщение Уже частично я приводил Для примера На днях Отчитался Городской департамент Отчитался Городской департамент Образования О нехватке Петкадров И вы знаете Прозвучала цифра Что у нас По школам города Не хватает Порядка полторы сотни Учителей Вот это тоже критичная На ваш взгляд Цифра Вашу бытность Руководителя Системы образования Если сравнивать Вообще В 80-е годы То был уже Не-не-не Если позже Позже В современной России То есть это вот Складывалось В 2000-е годы Ситуация начала Резко обостряться Особенно в 90-е годы Все больше и больше Дает нехватка В 90-е годы Ушло много учителей Причем молодых учителей Учителей среднего возраста Ведь не случайно смеялись Что на рынке Торгуют одни учителя Но очень тяжелые времена были Тогда Тогда Многие из них не вернулись Правда Сегодня говорят Что кто-то возвращается Но честно говоря Я вот не знаю примеров таких Поэтому не могу сказать Но это департамент образования Опять-таки ссылается Ну это можно все что угодно Говорить сегодня Но массовое возвращение Учителей Если большой перерыв Сегодня прийти Учителям школы Это не так просто Ну в общем Вот 150 вакансий По городу педагогических Это плохо Очень плохо Это очень плохо Это примерно Наверное Процентов 10 От От общего количества В областном центре Это серьезный вопрос А 600-700 педагогов У нас не хватает По всей области Ну если говорить Это опять-таки данные Профсоюза Работников образования В городской местности Нет 4000 По-моему В сельской местности И где-то 200-200 тысяч Около 7000 учителей Представляете 10% Как раз Выходит в целом По кругу Уже не хватает Но ведь Это не хватает Уже явно Открытые вакансии А сколько людей Которые работают Сегодня уже Будучи пенсионерами Вот они сейчас Увидят Что пенсионный возраст Повышается Они просто сбегут Сказать Быстрее уйти Тоже вопрос С 1 сентября Стимулирующие Компенсирующие И так далее Они могут превышать Да Причем не могут В свое время Когда принималась Принималась Эта система Оплаты труда Было сказано так Что 70% Должна составлять Постоянная часть От средней заработной платы А 30% Это вот все то Что доплачивалось Происшел перекос Наоборот Оклад стал у нас Вот сейчас Последнее время 6700 рублей Средняя зарплата 6700 рублей А средняя зарплата Где-то порядка 22-23 тысяч рублей То есть Вот представляете От 7 тысяч Все остальные деньги Это доплачивали И причем Как доплачивалось Это доплачивалось Все по воле Так сказать Администрации школ Вот принимала решение Сколько доплачивать За что доплачивать Администрация школ Директора непосредственно Ну По сути дела да И ведь Поэтому не случайно Ну и там Где умные руководители Они же понимают Что нужно платить Но Что значит платить Вот Я знаю примеры Когда директор говорит Вот если ты сходишь С детьми на экскурсию Мы тебе заплатим Так сказать Ну Тебе соответствуют Даже такие моменты Да То есть Нельзя таким образом Это развращение идет Это нельзя Человек должен заниматься Серьезной воспитательной работой И он получает за это Достойную доплату Получается За классного руководителя Например Поэтому в свое время Еще в прошлом году В ноябре месяца Мы вышли с губернатором Так сказать С предложением Давайте мы сегодня Изменим этот порядок Мы В какой-то степени Вернем те элементы Которые существовали В советской школе Оплаты труда Там была четкая ставка Гарантированная ставка Государством И доплаты За классное руководство И так далее Все было прописано Сколько в рублях Было прописано Мы это предложили К сожалению Я могу сказать Что очень Не заинтересованно Отнеслись В нашем министерстве образования Кировской области Они фактически Вот с ноября месяца До июня месяца Тянули Так сказать И никак не могли Определиться Как же поступить В этой ситуации Хотя были прямые Указания губернатора Что нужно Вот сделать То-то То-то Это вы вот говорите Да Про повышение До уровня Минимального размера В конечном итоге Все селось К тому Что нужно Оно Договорились у губернатора В свое время Что нужно повышать Ставку Оплаты труда Педагога С 1 сентября 2018 года Вот 28 июня Когда было Последнее заседание ЗАГСа в Ране Я так сказать Подошел к губернатору И попросил встречи Потому что Нужно предупреждать Человека Об изменении условий труда За два месяца Если мы не предупреждаем Значит мы соответственно Нарушаем закон Мы таким образом Можем сорвать Повышение этой зарплаты Губернатор еще раз Дал указание О том что давайте Срочно готовьте Все документы Ну в итоге Я прочитал Вот то положение Которое выпущено Сегодня В свет Меня конечно Покоробило То что Все Там Фактически То что мы Предлагали Это решено Сегодня Но Все коэффициенты Допустим Которые там установлены Они все установлены До То есть директор школы Может повысить До 15 процентов Заказ на руководство Там За какие-то другие вещи До 10 процентов Может до 10 А может и до полпроцента А может и 1 процент То есть Это опять же Получается Что руководитель Он Вот пользоваться Своими правами Не нужно было этого делать Нужно было определить В суммовом выражении И четко сказать Классное руководство У нас будет стоить Допустим Там 2 тысячи рублей Вот И все И все Вы знали Что я беру Классное руководство Я получаю 2 тысячи рублей Получают Столько-то Но Есть конечно В этом отношении И плюсы Потому что Сейчас Фактически Уже будут Не 7 тысяч рублей Не 6-700 А будет 11 тысяч 163 рубля И от этого Будут насчитываться 15 процентов От этой суммы А не от той суммы Которая была То есть Здесь есть плюсы Будем работать дальше Посмотрим Теперь нам надо решать Вопросы по профтехобразованию Потому что там Вообще ставки 4 тысячи рублей Средняя ставка С чем-то По воспитателям Детских дошкольных Образовательных учреждений И так далее То есть Вопросов очень много И надо эти все вопросы Расшивать И конечно Хотелось Чтобы заинтересованность Здесь министерства образования Была не такой Как и сейчас Потому что Я поражаюсь Как можно быть Сегодня Руководить министерством И не заинтересованно Относиться К тем работникам Которые работают У тебя в отрасли Для меня это нонсенс Я не понимаю Это вы сейчас Непосредственно В адрес нынешнего Руководителя Министерства образования Рысевый Я этого не понимаю Просто для меня Меня это размущает Меня напрягает Это очень И несколько раз Мы пытались объясниться Но к сожалению Вот пока Такая ситуация Не получается Анатолий Михайлович Минута остается Вопрос который Я вам не задавал Несколько месяцев Вы продолжаете Вся деятельность В роли советника Губернатора По вопросам образования Да Продолжаете Ничего не изменилось Ваши встречи Насколько часто Встречи по вере необходимости Так сказать Встречаемся Разговариваем Говорим какие-то вещи Решали все эти вопросы Я вот как раз Вам сказал Что в течение Всех этих месяцев Последних Решался вопрос О повышении заработной платы Были несколько встреч И все эти детали Проговаривались Поэтому Как бы так сказать Возникают какие-то Другие вопросы Недавно я готовил записку Для губернатора По поводу Государственных школ Муниципализации Школ Поэтому Создание опорных Так называемых Создание опорных школ Да Поэтому Кстати да Вот я Мы просто не успеваем У меня был такой вопрос Вы в целом довольны Как реализуется Вот этот проект Создание опорных Государственных школ Вы говорили Автор в том числе И вы ведь Единственное что Что почему-то Сегодня Как-то стыдливо Замалчивается Что область Первой в стране Пошла по пути Создание государственных школ И мы в десятом году Уже создали Шестнадцать Государственных школ Планировалось Их пятьдесят На первом этапе Но тогда не поддержал Губернатор Прежний губернатор А сейчас почему-то Это замалчивается Я думаю Что это несправедливо Замалчивается И даже В интересах Не в интересах Этой области Замалчать Потому что у нас Уже огромный опыт В этом вопросе У некоторых Вообще ничего нет Но процесс еще идет Но процесс идет И он пойдет И дальше пойдет Не успели К сожалению Об этом поговорить Но перенесем На новую встречу Спасибо большое Анатолий Чурин Особое мнение На этом завершено Всего доброго Спасибо вам До свидания Всего доброго